Здравствуйте, дорогие друзья! Что-то я сегодня очень не устал, не стал я вот как-то особо убираться на столе, и вам хоть нравится, когда у меня такой рабочий беспорядок. Поэтому будем сидеть в беспорядке. В общем, такое видео, вы знаете, я, наверное, скоро буду вести формат как дневник, такой своеобразный дневник врача, в том плане, что как-то хочется делиться, хочется куда-то выговариваться о каких-то печальных даже несколько вещах, которые происходят в моей практике, практике по работе эндокринологом непосредственно. То есть, если с психологией все достаточно, ну, так скажем, лайтово, да, с моей деятельностью, то эндокринология бьет ключом, всякие страсти кипят, и страсти кипят в основном по поводу угрозы жизни пациентов, и как сами пациенты себе, да, эту угрозу жизни несут. Риск такой, ну, подвергают себя риску смерти, не побоюсь этого слова. В чем это заключается? Заключается это в том, что такая как тенденция образовалась, что приходят люди, хотят перед спортом себя проверить, и пришел человек, и стал человек себя проверять перед спортом, есть желание использовать гормон роста. Что такое гормон роста? Я снимал видео, кому интересно, можете посмотреть показания гормона роста, там рассказывал и так далее. Но у человека был не гормон роста свой собственный необычно превышен, да, превышал норму практически, ну, не в два раза, ну, короче, он должен быть максимум там 5, он там 8. Вот. И смысл в чем? Смысл в том, что человек все равно решил применять данный гормон роста, да, мы не стали это озвучивать, но мы друг друга поняли. Вот. И, к сожалению, ну, здесь очень высокий риск летального исхода. И это очень печально, что не отговорить таких спортсменов, не объяснить им. Люди очень молодые и фактически, то есть, я просил, чтобы было сделано проведено МРТ-гипофиза. У человека нет денег на МРТ-гипофиза, но есть деньги на гормон роста. Для тех, кто не знает, пачка как раз гормона роста стоит, как МРТ-гипофиза, плюс-минус. Ну, и то есть, человек, соответственно, вот решил вот так вот рисковать собственной жизнью ради одного какого-то выступления на соревнованиях. Это очень печально, потому что это молодые и молодые люди, находящиеся в репродуктивном возрасте. И это всегда риск, соответственно, ну, либо очень серьезных осложнений, если коротко со здоровьем, либо это риск, соответственно, ну, даже и летального исхода. Вообще неизвестно, что там вырастет при наличии аденома, да. То есть, никто с этим не экспериментировал. И экзогена дополнительно никто не ставил эксперименты, не вводил гормоны, когда и так, собственно, и превышает, и, скорее всего. Ну, понимаете, в первую очередь высокий СТГ ассоциирован с ассаденомами и гипофизами. Больше мне человек мотивировал тем, что тренер, какой-то тренер, который тренирует человека, ему сказал, что гормон роста может повышаться и превышать свои референсные значения, если идет прибавка белка, да, на белковой диете, на безуглеводной. Но я лично, не мои коллеги, специально обзвонил коллег, есть те, кто переводит статьи достаточно уже длительное время и профессионально из ПАП Меда, кто знает такой ресурс для врачей, специальный, там, ну, как бы, достаточно проверенная информация. Ни один врач, даже суперсовременный, там, никто не подтвердил вот этот бред по поводу высокого количества белка и повышенного уровня гормона роста в крови. Вот. Поэтому, ну, в общем, тренер разрешил, плохой врач запрещает использовать гормон роста, тренер разрешает. Такая вот ситуация. И хотелось бы на этом фоне рассказать вообще за все аденомы, так как что-то очень много онкобольных в этом месяце, безумное количество, расскажу насчет аденом. То есть, аденом и гипофиза бывают, если у вас повышаются гипофизарные гормоны, о которых мы очень часто с вами разговариваем в других моих видео. Причислять их все не буду, скажу только то, что вот в первую очередь подразумеваются гормоны, это пролактин и это гормон роста. И на этом фоне еще замеряется инсулиноподобный фактор роста, просто как дополнительный маркер. Вот. И, конечно же, если повышен тестостерон на фоне повышения ЛГФСГ, ну, это тоже может иногда быть вследствие аденом. Вот. Поэтому здесь, дорогие друзья, нам нужно как-то вот, я не знаю, если меня кто-то из моих пациентов смотрит и прочее, просто хочется донести, что если вы не делаете, на ваш взгляд, более дорогостоящие МРТ, то потом вы будете еще более дорогостоящие, в лучшем случае, делать операцию. И то, что вы сейчас не чувствуете никаких изменений в вашем организме, да, вы говорите, я себя классно чувствую, я там тренируюсь, качаюсь и так далее, это все временный характер. И если врач хочет предостеречь вас от чего-то, лишний раз вас пообследовать, поверьте, нам это, ну, особо не нам. Я вот рандомно направляю в любую лабораторию, всегда говорю, мне вообще все равно, где вы кровь эту сдадите. То есть, ну, есть какие-то, когда уже спрашивают, говорят, а посоветуйте, где вы считаете вообще лучше, но это не принципиальный фактор. Плюс-минус всегда, когда анализы, если где-то не так намерили, их видно, всегда можно пересдать, если есть малейшее подозрение, есть необходимость пересдачи этих анализов, там какие-то вопросы остаются, да, вот. Поэтому, дорогие друзья, просто хочу еще раз сказать, что врачам не нужно вас куда-либо гонять просто ради развлечения, да, на какой-то МРТ, еще куда-то. У меня куча историй болезней различных скопилось с данными за онкологию. Эндокринологи, мы работаем, ну, вот, фактически на выявление онкологии. Дальше посылаем к онкологам. Пожалуйста, если у вас обнаружено, соответственно, какие-либо данные за аденомом, за, не знаю, нарушение, там, выработки тиреойных гормонов, гормонов пара щитовидной железы, парад гормон, так называемый, увеличенный, да, количество, и эндокринолог посылает вас там на кальций сдать, неважно, там, может быть, сделать МРТ щитовидный, там, сделать КТ, УЗИ, что угодно, любое, соответственно, исследование, которое в данной ситуации считается объективным. Сделайте, пожалуйста, потому что не ради мы это делаем развлечением. Мне не весело вот это вот смотреть, там, анализы, да, какие-то, еще что-то. Просто, соответственно, ну, очень много людей, к сожалению, умирает. Умирает от этого, и в молодом возрасте умирает. И, прямо честно, портится настроение под конец дня. Вот вроде иногда поработаешь, и людям лучше, иногда люди приходят и говорят, «Вы знаете, нам стало лучше, мы стали себя лучше чувствовать, появился аппетит, там, еще что-то, как-то улучшилось качество жизни, и уходишь радостно из работы». А сегодня, вот, когда вот такие вещи, и с онкобольными, и когда все это непредсказуемо, ну, печально, когда пациенты не просто к тебе не возвращаются, а вообще в какой-то момент, ну, к сожалению, уходят из этой жизни. Это всегда печально, особенно молодые пациенты. Поэтому следите за собой, будьте здоровы, и сдавайте исследования почаще, потому что онкология – это очень серьезно. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, смотрите мое видео про гормоны и про то, как предостеречь себя от, соответственно, ну, различных заболеваний, в том числе и онкологии. Субтитры